This conference will now be recorded. Время с пользой. И сегодня у нас в программе будут экспертные доклады, кейсы, викторины и вакансии. И обязательно, конечно же, подарки всем участникам. Экспертные доклады у нас сегодня представят Светлана Чеботарева и Карина Султанова. Будет два кейса от Екатерины Брагиной и Ирины Касимовой. Также от нашего HR-клуба мы разыграем викторину. С корпоративными подарками от специалиста. И в конце компания представит нам свои актуальные вакансии в кадровой сфере. Давайте скажу пару слов, что мы сегодня собрались на площадке учебного центра «Специалист». Мы на рынке образовательных услуг уже более 29 лет учим людей. В этом году будем тоже праздновать юбилей. За это время мы обучили более миллиона человек и являемся самым крупным учебным центром компьютерного обучения России. Хочу пару слов сказать, что наш день кадровика проходит также в рамках программы «Трудоустройство для выпускников», которая сориентирована на то, чтобы помогать вам на рынке образовательных... После получения образования помогать вам сориентироваться в профессии. И для этого сегодня как раз таки будут представлены и профессиональные кейсы, и вакансии и так далее. Хочется сказать пару слов об этой программе. В нее включен курс «Успешный поиск работы и трудоустройства перед кризисом и карантином», который ведет наш ведущий преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. Всего всех приглашаю. Ссылочку чуть позже размещу в чате. Кому актуально, приходите, узнавайте, что происходит сейчас на кадровом рынке, на рынке вакансий, как правильно подготовиться к собеседованию. Также в этой программе включены индивидуальные консультации и вот дни карьеры. Здесь я хочу обратить ваше внимание, поскольку у нас сегодня все-таки собрались кадровики. Коллеги, прошу отключать, пожалуйста, звук. Поскольку у нас сегодня собрались кадровики, я хочу вас сориентировать, что мы также сотрудничаем с работодателем. У нас есть специальный канал с вакансиями. Вы можете это использовать для своей работы, присылать нам вакансии. Те, кто также занимается поиском сотрудников, рекрутингом, пожалуйста, направляйте письмо на адрес jobsobakaspециалист.ru. С удовольствием бесплатно разместим на наших каналах ваши вакансии. Вот они у нас представлены на трех каналах – в Телеграме, ВК и в Фейсбуке. И мы рады будем сотрудничеством. Еще раз этот адрес я продублирую, куда отправлять заявочку, продублирую его в чат. Итак, первый наш спикер будет сегодня Светлана Чеботарева. Светлана, могу передать вам слово. Добрый вечер, коллеги. У Светланы тема выступления проверки ГИД в 2021 году. Я думаю, тема актуальна для всех кадровиков. У нас сегодня в программе экспресс-доклады и такие мини-кейсы. Движемся очень, так скажем, информация будет вся насыщенная. И всего день кадровика, наш праздник сегодня будет длиться где-то час тридцать, час сорок. Постараемся в это время уложиться. Спасибо, Ольга. Да, действительно, тема для кадровиков актуальная. Коллеги, хочу присоединиться к поздравлениям. Да, у нас действительно сегодня профессиональный праздник. Несмотря на то, что у нас официального праздника нет, зато у нас два неофициальных праздника. И сегодня один из них. И тему своего доклада я хотела бы посвятить проверкам ГИД в 2021 году. У нас с 1 июля вступает в силу 248-й федеральный закон о государственном контроле. И вот совершим такую небольшую экскурсию по этому закону, который вступает в силу с 1 июля. Посмотрим, что ожидает нас с вами кадровиков при проведении проверок ГИД. Меня зовут Чеботарева Светлана Владимировна. Я являюсь преподавателем нашего учебного центра. Я являюсь сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Я являюсь кадровым аудитором, провожу кадровый аудит, помогаю компаниям подготовиться к проверкам ГИД. Помимо проверок ГИД, коллеги, у нас очень много разных изменений в этом году. Действительно, год урожайный выдался на изменения в трудовом законодательстве. Напомню, что у нас с 1 января и обновленная глава 49.1, посвященная дистанционным работникам. Это изменения с персональными данными, которые вступили в силу с 1 марта и новые штрафы с 27 марта. Кроме того, у нас новые правила проведения медосмотров. Утвержден новый перечень вредных и опасных факторов. То есть ранее действующий приказ Минздравсоцразвития утратил силу. Также у нас теперь с этого года вновь трудоустроенным работникам, которые не имели до этого трудового стажа, устраиваются впервые. Не нужно оформлять трудовые книжки. Еще положительная новость, которую очень все ждали, это декларация соответствия условия труда стала бессрочная. Кроме того, с 1 июля у нас не только новые правила проверок. У нас новая форма СЗВТД будет применяться. Ну и также есть проект Минтруда. То есть планируется разработать новый документ по работе с трудовыми книжками. Минтруд решил упростить работу с бумажными трудовыми книжками. Напомню, что сейчас действует постановление правительства 225. Ну и в свете нового федерального закона 439 об электронных трудовых книжках некоторые положения устарели, и Минтруд планирует их обновить. Также у нас проведены сроки пилотного проекта по электронному документообороту по эксперименту. То есть сейчас работодатели могут поучаствовать в этом эксперименте, перевести бумажные документы в электронную форму, участие добровольное. Срок продлили до 15 ноября. И вот новый документ по трудовым книжкам планируют принять уже 16 ноября. У нас появится в Трудовом кодексе законное основание на использование электронных форм документов по кадрам. Итак, что касается инспекционных проверок в 2021 году, напомню, что сейчас у нас проверки проходят в соответствии с 294-м федеральным законом о защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении проверок. Этот документ распространяется на все проверки. Ну и с 1 июля у нас вступает в силу новый 248-й федеральный закон. То есть до 1 июля, то есть до 30.06. это у нас одни правила проведения проверок. С 1 июля у нас будет с вами новый документ. Помимо этого инспекционные проверки регламентированы в 2021 году постановлением правительства 1969. И уже с этого нового года проверки проводятся онлайн, то есть могут проводиться онлайн. И также на этот год распространяется мораторий на проведение плановых проверок в отношении предприятий, которые относятся к предприятиям малого бизнеса. Кроме этого у нас есть еще постановление правительства номер 875, в котором утверждено положение о государственном контроле в сфере соблюдения требований трудового законодательства. И также в плане проверок действует еще административный регламент, который утвержден приказом рост труда номер 160. Утвержден он в 2019 году. То есть документов у нас на текущий момент много. Что же касается нового федерального закона 248-го. Как было сказано в пояснительной записке, основная цель данного закона это минимизировать нагрузку на бизнес, сократить количество проверок. То есть свести их к минимуму. То есть выездные проверки должны проводиться в исключительных случаях. Ну и в связи с этим вводится новая статья. У нас теперь будет целый спектр так называемых профилактических мероприятий. В числе профилактических мероприятий информирования. Информирование осуществляется посредством размещения на сайте контрольного ведомства в сети интернет. Ну и также в средствах массовой информации. Через личные кабинеты, если таковые имеются. То есть такой информации, как тексты нормативно-правовых актов, которые регламентируют проведение контроля. Также сведения о планируемых изменениях в нормативно-правые акты, порядке и сроках их вступления в силу. Также должен быть размещен перечень нормативно-правых актов, в соответствии с которыми проводится проверка. Также это проверочные листы. У нас с 2018 года действуют проверочные листы при проведении плановых проверок. Эти проверочные листы утверждены приказами труда номер 655. В настоящий момент это 133 проверочных листа. Проверочный лист – это перечень контрольных вопросов, по которым проводится проверка. И сотрудники не могут выходить за пределы этих вопросов, то есть только по проверочным листам проводится плановая проверка. Ну и также проверки у нас проводятся, то есть у нас при проведении проверок действует так называемый риск-ориентированный подход. Чем выше категория риска, тем чаще проводятся проверки. Критерии отнесения предприятий к различным категориям риска у нас есть в нашем положении в 875 о проведении контроля в сфере соблюдения трудового законодательства. Постановление правительства 875. Вот эту информацию все должны будут размещать, но частично она уже есть на сайте нашего контрольного ведомства. Также в числе мероприятий профилактических есть обобщение правоприменительной практики. Это контрольное ведомство обязано выявлять типичные нарушения, ну то есть что чаще всего нарушают работу дателя, какие требования. Также анализировать вот эти случаи причинения вреда, выявлять источники, выявлять факторы риска. Также контрольное ведомство будет готовить предложение об актуализации обязательных требований, ну в случае если они уже не актуальны. Готовить предложение о внесении изменений в законодательство. Ну и по итогам вот этого вот обобщения правоприменительной практики должен будет опубликован быть доклад. То есть контрольное ведомство будет публиковать доклад и размещать его в открытом доступе у себя на официальном сайте. Также еще есть 48 статья 248 федерального закона, называется «Миры стимулирования добросовестности». Ну пока, собственно, не совсем понятно, как сотрудники, как вообще ГИТНС будет стимулировать к добросовестному поведению. Но я так полагаю, что это будет ряд мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы сократить количество правонарушений в сфере соблюдения трудового законодательства. В статье 48 сказано, что это будут меры нематериального поощрения добросовестных контролируемых лиц. И вот эти вот меры, они будут опубликованы в постановлении правительства. Пока у нас только вот постановление правительства 875. Ну и пока этот вопрос еще не решен. То есть какие конкретные меры будут применяться. Статья 49 это объявление предостережения, то есть также относится к числу мер по профилактике. При наличии контрольного ведомства каких-либо сведений, поступить они могут разным образом контрольному ведомству. Вот при наличии сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований в области соблюдения трудового законодательства. Контрольное ведомство будет объявлять контролируемому лицу, то есть предприятию, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И направлять это предостережение контролируемому лицу. То есть видимо будет предусмотрен либо бумажный формат, либо формат электронного документа. И если такое решение контрольный орган принимает, то в данном конкретном случае также необходимо будет пройти самообследование. То есть это еще одно профилактическое мероприятие. Самообследование. То есть контрольное ведомство будет направлять ссылку для того, чтобы организация прошла самообследование. Мы сейчас можем это сделать. То есть на сайте онлайн инспекция любое предприятие может пройти на самопроверку. Там разнощены проверочные листы, то есть перечень контрольных вопросов. Ну и убедиться, что нарушений никаких нет. Если предприятие получает вот такое предостережение, может пройти самообследование. Если не согласны с тем, что указано в предостережении, то организация вправе будет его обжаловать. Порядок обжалования тоже будет регламентирован в соответствующем положении о контроле. То есть пока у нас это еще не регламентировано. Также контрольное ведомство вправе осуществлять консультирование. Может осуществляться консультирование по телефону, посредством видеоконференции, либо лично. По поводу самообследования. Если организация прошла самообследование, ну и убедилась, что нарушений никаких нет, то организация вправе будет принять декларацию. Декларация о соблюдении обязательных требований. В случае принятия такой декларации, декларация направляется в контрольное ведомство, размещается на сайте сети и, как сказано в законе, даже может использоваться в рекламных целях. Срок действия такой декларации будет регламентирован соответствующим положением о государственном контроле. Но срок действия такой декларации будет составлять, как сказано в законе, не менее одного года, не более трех лет. Интересно представляется статья 52, это профилактический визит. Профилактический визит будет осуществляться в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемым лицом, либо путем использования видеоконференции. В ходе профилактического визита организация будет информироваться об обязательных требованиях, применительных к данной деятельности данной организации. И в ходе профилактического визита инспектор может осуществлять и консультирование. Помимо этого инспектор в ходе профилактического визита может собирать необходимые сведения для отнесения объектов контроля, то есть организации, к определенной категории риска. Есть такая формулировка, как проведение обязательных профилактических визитов. В отношении отдельных категорий предприятия может быть принято такое решение. Если контрольное ведомство принимает решение о проведении профилактического визита, то необходимо уведомить организацию не позднее, чем за пять дней. И также организация может отказаться от проведения профилактического визита, сообщив об этом контрольному ведомству не позднее, чем за три дня до его проведения. Ну и в ходе профилактического визита контрольное ведомство не вправе выдавать каких-то обязательных предписаний об устранении каких-либо требований. Но, как сказано в законе, если инспектор обнаружит какие-либо нарушения, то может быть принято решение о проведении проведения. И вот здесь у меня представлены основные положения документа, что все проверки зафиксируют онлайн, будет создан единый ресурс, единый информационный реестр видов государственного контроля. Начнет он формироваться с 1 июля и должен быть закончен до 1 января 2022 года. То есть где будут размещены все сведения о всех проверках. А также закон у нас запрещает теперь вот с 1 июля оценивать эффективность контрольного ведомства только по количеству проведенных проверок. Скорее наоборот будут оценивать по минимизации этих проверок, то есть чем их меньше, тем лучше. Кроме того, определены способы сокращения количества проверок, что могут быть, как сказано в статье 54, может быть так называемая независимая оценка соблюдения обязательных требований. То могут быть некие организации, которые соответствующим образом прошли аккредитацию, и независимая оценка, что эти организации смогут проводить такую экспертизу соблюдения обязательных требований. И контрольное ведомство обязано будет соблюдать эти требования. Также у нас теперь много видов проверок разных, потому что у нас раньше была документарная, вы не знаем, плановая, не плановая. Сейчас у нас чего только нет в законе 56 статья и мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, ну и еще другие виды. Проверки станут короче, то есть 1 июля – это более 10 дней. Срок проведения, напомню, сейчас 120 дней. Ну и также основная цель ключевая – это мониторинг вместо плановых проверок. Ну и по поводу вступления в силу, буквально, да, одна минута еще. Светлана, напоминаю, Таня. Я уже, да, я уже закончила, Ольга, поэтому сейчас буквально, да, последнее слово. Закон у нас вступает в силу с 1 июля 2021 года, но некоторые положения вступают позже. Так, например, вот единый реестр проверок – это не позднее 1 января 2022 года. Также у нас сейчас действует положение в государственном контроле, которое утверждено в 2012 году. Новое положение должно быть утверждено также не позднее 1 января 2022 года. Ну и если проверки начались раньше, соответственно, то есть сроков завершения позже 1 июля, то они будут проведены по предыдущим правилам. Ну, а далее уже те проверки, которые с 1 июля, они будут проведены по новым правилам. Коллеги, вам большое спасибо за внимание. Там действительно очень много положений и в двух словах не ограничиться. То есть постаралась учесть все самое главное, все самое важное. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю вам как можно меньше проверок. Но если проверка вам все-таки грозит, то наша с вами сила, ключевой фактор успеха – это наша квалификация. Поэтому приглашаю вас на наши курсы, на повышать квалификацию. Тогда нам никакие проверки не страшны. Ну и если какие-то вопросы есть, готова буду ответить. Спасибо еще раз. Светлана, спасибо. Уважаемые слушатели, если есть вопросы к Светлане, пожалуйста, пишите. Буквально две минутки можем на это выделить. Так, ну что, вопросов я не вижу. Коллеги, на этой прекрасной ноте я вам желаю поменьше, естественно, проверок. Светлана, спасибо большое за ваше выступление. Переходим тогда к следующему спикеру. Спасибо большое. Следующий спикер – Екатерина Брагина. Сокращение текучести новых сотрудников розницы. Екатерина. Да, коллеги, всем добрый день. Ага, дала вам презентацию. Так, отлично. Коллеги, всех еще раз поздравляю с праздником. Я постараюсь уложиться в то время, которое мне выделено. Кейс, который сегодня буду представлять, это сокращение текучести среди стажеров. Прежде чем я перейду непосредственно к тем мероприятиям, тем инструментам, которые мы используем у себя в банке, вот, хотел бы такой небольшой экскурс провести, вообще, что сейчас происходит на рынке труда. Я думаю, в принципе, все сейчас прекрасно видят, да, насколько изменился рынок по отношению к середине, да, там, прошлого века, 70-80-е даже года. Но особенно изменения, да, можно увидеть, которые произошли в конец 90-х, начало 2000-х и сейчас. Значит, что ключевое, да, там, с точки зрения именно банковской структуры и финансового сектора в целом можно увидеть. Ну, во-первых, то, что конец 90-х, да, начало 2000-х, это был невероятный просто расцвет банковской сферы, когда у нас помимо Сбербанка на каждой улице появились еще новые коммерческие банки, и, в принципе, любые кредитные продукты стали более доступны для населения. Также появились различные предложения по вкладам, и, в принципе, финансовая грамотность в этот период времени начала активно развиваться. В связи с чем, да, в этот, в те годы было принято считать, что сотрудник банка, банковский сотрудник, это тот человек, который зарабатывает очень много денег. В принципе, все стремились к тому, чтобы хоть как-нибудь попасть в банк. Именно поэтому банки могли выбирать на, там, примерно одну вакансию было порядка 20 кандидатов, и, причем, это были обычные позиции, связанные с обслуживанием клиентов в отделении. Если вы помните, да, в основном в Сбербанк раньше ходили коммунальные платежи оплачивать, ну, и какие-то такие сервисные операционные операции проводить. Ну, и, соответственно, да, на этом был весь акцент. То есть что-то прийти, оформить, да, особенно кредитный продукт, это было не так распространено. Ну, и, соответственно, люди, да, которые попали в банковскую структуру, они, как правило, надолго там и оставались. В принципе, да, вот я сейчас работаю в русском стандарте, до этого работала несколько лет в ВТБ, тогда еще в 24-ке. И, в принципе, да, в каждом подразделении, там, порядка 30-40% люди имели стаж работы, вот конкретно в этом банке, порядка 15-20 лет. Что мы имеем сейчас? Сейчас, в принципе, рынок труда, он очень сильно поменялся. И сейчас каждая организация что-либо продает, либо товар, либо продукт, либо какие-либо услуги. И, сейчас, коллеги, секундочку, у меня тут. И в связи с этим в каждую эту организацию требуются сотрудники, которые будут эти услуги, продукты продавать. Позиция продавца, она фактически является стартаповой. То есть мы можем принимать на эти должности людей без опыта, как правило, они еще учатся в институтах. И особенно, если мы сейчас переходим к той же банковской структуре, те кандидаты, которые имеют опыт продаж в инвестиционных компаниях, страховых компаниях, либо в банках, они наиболее приоритетны для нас. Более того, сейчас, в отличие от того, что было 20 лет назад, когда мы делали акцент на сервисное обслуживание, просто проведение каких-либо операций, то сейчас каждый сотрудник банка, независимо от канала продаж, он ориентирован на продажи. То есть все сервисные операции, такие как переводы, выписка со счета, какая-то информационная составляющая, она сейчас уходит в мобильные приложения, в интернет-банки, в любой дистанционный канал, и весь ресурс сотрудника, он задействован как раз на активные продажи. В связи с чем мы видим, из-за того, что предложений на рынке много, кандидаты, сотрудники, они могут выбирать, и сейчас люди больше склонны к тому, чтобы поменять компанию. То есть я думаю, многие читали исследования, что сейчас в среднем люди меняют работу каждые 3-3,5 года. В связи с чем, не могу не отметить, то, что сейчас, так как позиция продавца является стартаповской, соответственно, это люди без какого-либо опыта продаж, в принципе, без какого-либо опыта. И это люди 18-20 лет, это у нас как раз год рождения, начало 2000-х. Что мы имеем в стране на этот период времени? У нас демографический спад, рождаемость катастрофически падает, и в принципе, да, из тех кандидатов, которых мы сейчас можем выбирать, их число существенно меньше, нежели чем это было 15 лет назад, когда я сама приходила, вот так еще совсем зеленая, на работу в банк. Если взять исследование HeadHunter, основные позиции, да, которые сейчас размещаются в поисковиках, в любых джоп-ресурсах, это позиции продаж. Потому что, еще раз повторюсь, всем надо продавать, не важно что, да, это могут быть продукты, товары, услуги. Вторая позиция, которая идет по востребованности, это IT-технологии, как раз потому, что сейчас очень много операций переводят как раз в действие обслуживания, и нужны люди, которые разрабатывают новые технологии, в том числе их поддерживают. Какая у нас, в принципе, считается норма текучести персонала в различных сферах бизнеса? Не буду перечислять все, потому что об этом можно говорить долго. Сделаю акцент на гостиничном бизнесе, на страховании и на рознице, то есть это те же самые продажи, где текучесть персонала составляет, норма текучести персонала составляет порядка 30%. При этом, по данным Ассоциации российских банков, за 2020 год в банковском секторе текучесть персонала составила 30%. Но что хочется отметить, проведя такие исследования, здесь важно учитывать, что текучесть персонала в банках, она фиксирует не только фронт линии, но и бэк-офис. И здесь, если мы берем бэк-офис, а это у нас что? Саппорт подразделения, которые поддерживают работу бизнеса. Это продукт-менеджеры, которые занимаются разработками продуктов и услуг и так далее. Здесь текучесть, она минимальная, составляет порядка 10-15%, потому что такие позиции, как правило, очень хорошо оплачиваются. Далее, на этих позициях должен быть опыт. В основном на продакт, на саппорт берут людей, которые имеют опыт продаж и непосредственного общения, коммуникации с клиентами. А вот фронт линия, то есть это те люди, тот персонал, который непосредственно взаимодействует с клиентом, здесь уже текучесть гораздо выше, от 60 до 150% в зависимости от канала. Какие каналы, в принципе, существуют? Это сеть отделений, отделение банка, куда каждый из нас хотя бы раз в жизни приходил. Это колл-центр, это посткредитование, то есть точки продаж, которые расположены в конкретном магазине, где выдается целевой потребительский кредит на покупку конкретного товара. И здесь, конечно, текучесть, она максимальная, то есть она действительно может составлять порядка 150% за один год. То есть фактически полтора раза за год может меняться состав. И это действительно большая проблема сейчас, конкретно для банковского сектора. Почему? Потому что люди, когда приходят в отделение банка, они все равно приходят за кредитами, за инвестиционными продуктами и так далее. Они хотят видеть перед собой постоянный состав. То есть тех людей, у которых они обслуживались полгода назад, год назад и так далее. И когда мы начали разбираться с этой историей, конкретно вот у нас в банке в русском стандарте, у нас текучесть персонала составляет порядка, чуть больше 50%, 51,4%. И большая часть увольнения у нас, конечно, сосредоточена среди сотрудников со стажем до трех месяцев работы. Несмотря на то, что средняя адаптация длится порядка полугода, как раз к этому моменту сотрудник в среднем выходит на производительность. Понятное дело, там бывают у нас звездочки, которые в первый, во второй месяц работы уже показывают хорошие результаты продаж, и, соответственно, премии получают высокие. Но если брать общую массу и среднюю температуру по больнице, то порядка половины сотрудников, да, 42% людей у нас уходит в первый, во второй месяц работы. Почему это важно? Дело в том, что когда у нас уходят новенькие, да, вот эти стажеры, основная нагрузка, она падает безусловно на опытных сотрудников, которые работают более года, на них ставят более высокие планы, требования на них тоже высокие, и, соответственно, их текучесть, в том числе, возрастает. Соответственно, да, проведя, да, и углубившись в причину увольнения сотрудников, мы для себя выделили следующие причины, да. В первую очередь у нас уходят стажеры, потому что у них нет эффективности какой-либо. Здесь, как правило, инициируют увольнение сам руководитель, который этого же сотрудника подбирал. К сожалению, да, руководители хотят видеть эффективность сотрудников в первый месяц работы, хотя это невозможно, и мы как раз вот с этой историей сейчас активно работаем, я вот на следующих слайдах расскажу. Далее, одна из основных причин ухода стажеров – это отсутствие возможности заработать премию, потому что они фактически еще ничего не умеют, не знают, как работать с клиентами, как осуществлять продажи, делать звонки, и как бы их эффективность – это равно их премия. Неоправданное ожидание от работы. Опять же, есть стереотип, что в банке клиенты приходят сами, сами просят кредиты, там, карты, страховки и так далее, а ты сидишь только выдаешь и деньги зарабатываешь, но, к сожалению, это не так. Сейчас продажи активные, клиенты, к сожалению, да, самостоятельно в банк не так часто приходят для того, чтобы оформить тот или иной продукт. Учитывая специфику банковской структуры, учитывая законодательно регулирующие органы, такие как Центробанк, действительно, на сотрудников падает большой объем информации, которым регулярно приходится изучать. Это касается не только новых сотрудников, но и опытных, потому что каждый раз выходят новые законы, которые необходимо знать наизусть, да, безусловно, соблюдать, потому что есть там высокие финансовые и репутационные риски. Ну и, конечно, это высокий темп работы. То есть помимо тех клиентов, которые приходят и продолжают проходить за сервисными операциями, безусловно, есть активная работа по привлечению самих клиентов, да, не все, к сожалению, сотрудники, да, не у всех есть такой вот склад и расположение к такому активному высокому темпу. Также, да, если прям вот совсем углубиться, да, и мы разбирали прям детально по каждому сотруднику, безусловно, играет роль атмосфера выделения, не буду сейчас перечислять все причины, которые есть на слайде, но, безусловно, атмосфера выделения, она имеет место быть, когда приходит новый человек, безусловно, он ждет поддержки. Я думаю, там, мы с вами тоже, если попадем в какую-то новую среду, мы будем искать человека, который нас хотя бы погрузит, да, в ту обстановку, в которой мы находимся. К сожалению, новички в нашем случае, да, и в принципе, да, это проблема всех банков, новички бросаются, их бросают в море, они сами пытаются научиться плавать, к сожалению, да, помощи, помощь не всегда они получают от своих наставников или от своих коллег, и это тоже является одной из причин, и почему они принимают решение покинуть место работы, сменить на что-то другое. Что мы с этим сейчас делаем, да, зная все эти причины? Мы поделили, скажем так, свою деятельность на две части. Первое, это сфокусировали внимание на поиск подбор кандидатов. Открытая вакансия, вернее так, высокая текучность, она подразумевает наличие открытых вакансий, и у нас есть подразделения, в которых у нас там может быть порядка 30-40 или 50 даже процентов вакансий. И такие руководители стараются как можно быстрее, хоть как-нибудь, хоть кем-нибудь заткнуть дыру, дыру и набирают того человека, который изначально, в принципе, не подходит на эту позицию. Именно поэтому мы всех наших руководителей, которые отвечают за поиск подбор кандидатов к себе в команду, мы разработали, внедрили обучение, максимально практичное, со всеми кейсами реальными, с которыми они сталкиваются, в первую очередь поиску подбора людей, во-вторых, по проведению интервью, для того, чтобы у них были все инструменты, чтобы проанализировать кандидата еще до финального решения. Дальше, для того, чтобы сам кандидат принял для себя решение, насколько он готов работать в таком ритме, и в таком темпе, в котором работают все наши сотрудники, мы проводим базовый курс обучения для всех кандидатов до приема на работу, он у нас длится порядка пяти дней, в рамках которых мы разбираем все продукты, которые они будут продавать. Обучение у нас проходит в дистанционном формате на территории отделения, то есть первую половину дня у нас сотрудник учится, второй кандидат, вторую половину дня он посвящает стажировке в отделении, то есть когда он видит реальными глазами, как работают его будущие коллеги. Если по итогам этого обучения и стажировки кандидат успешно задает тестирование и на финальном собеседовании говорит, ок, мне это подходит, только тогда мы его принимаем на работу. В среднем у нас вот на этом этапе отсекается порядка 30% кандидатов, в среднем у нас в неделю учатся порядка 50 человек, вот фактически, да, там 30-35 у нас доходит до последнего дня. И вот после того, как уже решение принято, и мы приняли уже сотрудника, получается, на работу начинать, у нас самое интересное. Значит, у каждого стажера у нас сейчас обязательно есть наставник, это директивное распоряжение, у нас наставники получают премию за обвод новичков в должность, в роли наставника у нас выступают либо заместитель, либо руководитель. Больше эту обязанность мы никому не доверяем, потому что фактически руководитель и заместитель заинтересованы в том, чтобы сотрудник и стажер максимально быстро влился в технику работы. Далее, по итогам, две недели у нас длится адаптация, да, вместе с официальным планом, который заполняет и наставник, и стажер. Вот по истечению этих двух недель сотрудники моего подразделения, уже моего учебного центра, проводят индивидуальную беседу по телефону, спрашивают, как дела, что получается, что не получается, то есть такая мотивационная история, в рамках которой мы понимаем, что с сотрудником в эмоциональном плане. И по итогам этих бесед мы уже даем обратную связь руководящему составу. Также ежемесячно мы проводим welcome-стречи для всех новеньких сотрудников, принятых месяцем ранее, обязательно с участием руководителей, причем таких начальников управления каждого своего регионального центра. То есть у нас, например, ЭКСИ, Екатеринбург со всеми регионами вокруг, Новосибирск и так далее. И в рамках этих встреч мы разбираем все проекты, которые у нас ведутся в банке. Это карьерные лестницы, это обучение развития, это учебные порталы, это мотивация, конкурсы, которые проходят, вплоть до того, что мы с сотрудниками считаем, за что и как они получают свою премию, мы просчитываем, сколько они могут потенциально заработать, что им для этого нужно сделать. Вот участие руководящего состава очень положительно влияет, потому что, как правило, стажеры считают, что руководители высокого уровня, они недостижимы, и к ним обратиться как минимум некорректно будет. Вот мы этот стереотип рушим на таких встречах и создаем такую доверительную обстановку внутри региона. Далее мы проводим опросы вовлеченности, как правило, мы это проводим на рубеже уже окончания первого адаптационного периода, там 2-3 месяца. В блок у нас входит порядка 20 вопросов с разной направленностью, это и отношения в коллективе, и насколько он вообще воспринимает банк как такую клиентоориентированную организацию. Это вопросы, связанные с его доходом, с его развитием. И вот эти результаты мы анализируем, смотрим, какие блоки у нас западают, и уже прорабатываем в конкретных регионах эти моменты. И, безусловно, мы разработали, да, там, скорректировали карту обучения, карту развития нового сотрудника. В принципе, у нас есть карты развития абсолютно для каждого, для каждой категории сотрудников, независимо от стажа. Но так как для стажера, да, максимально важно научиться делать основные операции и продавать основные продукты, которые будут приносить, да, с самого начала доход, мы, соответственно, эту карту развития скорректировали, и каждый стажер понимает, когда, что ему нужно пройти. Вот, это такие первичные мероприятия, которые мы проводим, и вот по результатам четырех месяцев, так как май еще не закончился, еще не считал, вот могу точно сказать, что у нас по итогам четырех месяцев мы имеем. У нас текучесть стажеров сократилась с 42 до 35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Также, да, параллельно с этим у нас сократилась текучесть сотрудников, которые работают там достаточно давно в нашем банке, у которых стаж более одного года. То есть мы видим как раз эту корреляцию. Если стажеры не увольняются и становятся более стабильными для нас, то и опытные сотрудники, они чувствуют себя более уверенными, более спокойными, потому что на них нагрузка не так сильно ложится. При этом, да, мы видим, что у нас возросла текучесть людей со стажем от 4 до 6 месяцев, несмотря на то, что, да, эта категория у нас была самой стабильной, в принципе, да, вот 4, 6, 7, 12, потому что, там, пройдя первый испытательный срок, люди, как правило, не уходят, потому что они и так уже много вложили, ну и плюс при переходе на новое место все равно спрашивают, почему вы там ушли спустя полгода, поэтому люди, как правило, стараются доработать хотя бы до одного года и потом уже принимают решение. Ну вот мы как раз сейчас в категории 4, 6, 7, 12 начинаем активнее работать, ждем результаты мая для того, чтобы понять, где и что, и как мы можем скорректировать. То есть, несмотря, да, на всю ту вовлеченность и весь тот фокус внимания, который у нас сосредоточен на стажерах, понятное дело, да, параллельно мы проводим мероприятия абсолютно для всей сети и, безусловно, мы анализируем причины ухода всех сотрудников, не только стажеров и, наверное, топ таких причин ухода связан, безусловно, с доходом, то есть люди там выходят на определенную планку по премиям, да, они понимают, как им заработать дальше, поэтому меняют место работы. Принято считать, да, что если человек опытный, то он справится совсем самостоятельно, это совершенно не так, порой опытным сотрудникам, да, требуется тоже очень много внимания, потому что, ну, рынок не стоит на месте и меняется все, и операционная составляющая работы, и продуктовая, запускаются новые какие-то услуги, поэтому нужно быть постоянно в контексте и в том числе заниматься развитием опытных ребят. Вот, безусловно, есть проблемы по работе с клиентами, в том числе с конфликтными, то есть, ну, причина, да, ухода, они есть, мы с этим работаем, и параллельно у нас, конечно, уже там каждый год, да, запускаются новые, либо корректируются действующие проекты, наверное, основные, вот я сейчас перечислила, как раз они на слайде есть, там ключевой наш проект – это проект «Карьерная лестница», который подразумевает получение надбавок за продажи, то есть наши самые лучшие продавцы в соответствии со своим стажем, они получают надбавку от 10 до 45% к своему окладу, ну, то есть, условно, если у нас опытный человек с окладом, там, 40 тысяч рублей, если он заходит в топ-10% лучших в своей категории, да, там, свыше 36 месяцев работы, у него есть возможность получить надбавку 45% к своему окладу, то есть еще там порядка 20 тысяч рублей. Также мы разработали, внедрили калькулятор по расчету премии, где, в принципе, каждый сотрудник, независимо от опыта, может, там, проставить цифры, да, и понять, сколько, где и чего ему нужно продать для того, чтобы заработать желаемую премию. У нас внедрен показатель эффективности управления персоналом, в рамках которого мы работаем уже непосредственно с руководящим составом, в эти показатели включена текучесть персонала и обученность сотрудников, и в случае выполнения мы премируем, в случае невыполнения этих показателей мы депремируем руководителей. Как я уже говорила, у нас разработана и внедрена последовательная программа обучения, где каждый сотрудник, независимо от стажа работы, понимает, когда, что и чему ему нужно обучиться, либо в онлайн-формате, либо в дистанционном формате на учебном портале. Ну и, безусловно, у нас внедрены такие инструменты, как индивидуальный план развития и мотивационные беседы. У нас в соответствии с этой задачей также есть обучение для руководителей, в рамках которого мы обучаем, как правильно проводить эти мотивационные беседы, как составлять планы развития, как их вести для того, чтобы это не было просто отчетной бумажкой, а для того, чтобы все-таки руководитель и сотрудник понимали, как и куда двигаться дальше. Коллеги, постаралась максимально быстро уложить все, что мы сейчас делаем в банке. Готова ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Интересный очень кейс. Екатерина, у нас есть вопрос в чате. Оплачиваемая ли у вас стажировка и какими документами оформляется отношение со стажером до приема? Да, смотрите, хороший вопрос. Стажировка у нас является необязательной, так как до приема фактически мы никак не закрепляем с кандидатом наши отношения. Как я уже говорила, на позицию менеджера-консультанта в отделении в основном мы берем ребят без опыта. И они проходят фактически свое обучение за свой счет. То есть те ребята, которые не работают, но они просто приезжают в отделение и 5 дней проводят в отделении. Те ребята, которые работают где-либо, они оформляют либо отпуска, либо постараются договориться как-то на работе. Я уж не знаю деталей. Но они проходят обучение обязательно. Это наше обязательное условие. Стажировка может быть необязательной, но мы рекомендуем всем руководителям обязательно ее проводить. Стажировка подразумевает такую небольшую активность как раз после обучения. То есть неделя это и стажировка, и активность. Да, с понедельника по пятницу каждую неделю. Отлично. Мне кажется, прекрасный кейс. Спасибо вам за выступление. Да, вот Ольга Юрьевна тоже пишет, очень интересно. Тогда еще раз поздравляю вас со Днем кадровика. Спасибо, что прекрасно этот день подготовили нам. Такое шикарное выступление. Да, коллеги, вам тоже большое спасибо. Я готова, если будут какие-то еще вопросы, обращайтесь. Всегда рада буду. Спасибо. Спасибо, Екатерина. Тогда переходим к следующему кейсу от Ирины Касимовой. «Карьерный рост HR», на чем держать фокус успеха. Ирина, здравствуйте. Да, добрый вечер, коллеги. Сейчас я сделаю слайд-шоу. Так, все ли меня... Слышно ли меня, видно ли меня? Отлично. Коллеги, добрый вечер. Я также от себя лично и от своей небольшой компании хочу вас поздравить с Днем кадрового работника. И хоть Светлана Владимировна сказала, что такого официального праздника нет, но все-таки это такой приятный бонус к нашей интересной работе. Мое выступление называется «Карьерный рост HR», на чем держать фокус для успеха. И я фактически предлагаю вам сегодня себя в качестве живого кейса. Меня зовут Ирина Касимова. Кроме того, что написано сейчас на слайде, я хочу сказать то, что я являюсь реальным кейсом учебного центра специалистов. Вы можете видеть это на презентации. И я выпускник курсов по кадровому менеджменту. И первый курс, который я прошла в учебном центре, был менеджер по персоналу уровень первый. И когда я спросила, куда же мне пойти перед тем, когда занять определенную должность своей компании у своей коллеги, мне сказали обязательно, вот иди туда, там это все по делу тебе быстро, коротко, по сути, все расскажут. О чем не пожалела, и после уровня первого я ушла тестировать все свои знания, так скажем, в поле, в ту компанию, где я планировала занять руководящую должность. И после того, как я увидела, что все эти инструменты работают, я пришла на курс менеджер по персоналу уровень второй. Ну и дальше с определенной периодичностью я стала осваивать практически все курсы по кадровому менеджменту. И ключевые проекты, вы видите сейчас на слайде, достаточно известные компании. Есть также и маленькие компании, которые мало кто знает, они локальные, они располагаются в разных регионах, в том числе и Московской области, и по России. И сейчас наша компания, моя компания выходит на международный уровень. Мы планируем работать с клиентами русскоговорящими, с бизнесами, руководителями, которые являются русскоговорящие наши бывшие сограждане. И вот мой путь в HR выглядит именно таким образом. Обратите внимание, я не знаю, видно ли стрелочку, мышку, но я хочу вам сказать, что идем снизу, не сверху, а снизу. Я была клиническим психологом, работала в областной психиатрической клинике. И работали мы со взрослыми, с детьми, но моя сфера деятельности не была патология, а все-таки дальше пограничных состояний мы, я лично не шла, не работала с клиентами. Потом, когда мне немного поднадоело, лет 10 я там поработала, я решила пойти куда-нибудь в другую сферу для того, чтобы понабраться еще больше опыта. И решила, что силовые структуры для меня это то, что нужно. И думала, ну вот приду на недолго. И задержалась, ну так, около 10 лет я там также проработала. Чему я научилась в силовых структурах, я работала в университете, в высшем учебном заведении. И через нашу службу психологическую проходили курсанты и также абитуриенты, которые шли на поступление в наш вуз. И здесь я прокачала в себе навык такой замечательный, который мне сейчас очень сильно помогает за 7 минут понимать, что это за человек. То есть долгих собеседований абсолютно не требуется. За 7 минут мы сканируем вербальные, невербальные признаки и делаем определенные выводы, подкрепляем это тестами, либо не подкрепляем. Ну, в общем, создаем такую комплексную картину о человеке при подборе. При этом именно в МВД, в ВУЗе я работала, обучала как профессорско-преподавательский состав, а зампсихологии, хотя их учить этому не нужно. Но мы проводили такие очень интересные интенсивы, когда шло взаимное обогащение. Ну, также с младшими командирами, так называемыми, то есть мы растили резерв. Следующий шаг – это был психология и отбор кадров в бизнесе. После того, как я закончила карьеру в МВД, я пошла в частный бизнес и выросла именно там, в руководителя HR направления. Именно на этом этапе у меня случился учебный центр специалист и обучение на курсах. И после того, как я достаточно основательно поработала руководителем HR направления, у меня родилась своя собственная компания. Мы работаем как раз в управлении персоналом с малым и средним бизнесом. Как я принимала решение прийти в HR? Это как раз было, как я уже сказала, в бизнесе. И один из ключевых руководителей сказал, слушай, мы не можем никак найти человека на эту позицию. Она ключевая, компания растет. Нужно развиваться, в том числе и HR-сферу. И ни один из руководителей, который приходил, в общем, уволились порядка пяти новых руководителей один за другим. Такая чехарда, конечно, не на пользу любой компании. И мы, так как я в ней работала психологом, мы решили как раз подрастить меня до руководителя отдела персонала. И дальше HR-департамент у нас был. Конечно, было страшно. Абсолютно было непонятно, как это все работает. Принятие ответственности больше, чем я одна. То есть вместе со мной еще был мой отдел. И, конечно же, я понимала, что у меня не хватает компетенций. При подборе персонала, отборе персонала мне понятно, что до этого и что после этого абсолютно было непонятно. И тогда, вот как я уже сказала, я пришла в учебный центр специалистов. И когда состоялось назначение на должность, я поняла, я знала, что HR-директор – это многорукий шиво. Но одно дело знать, другое дело на собственном опыте это все постигать. Было достаточно сложно. И тот руководитель, который говорил, слушай, мы тебе поможем, но так как он там в компании был не один, коллеги вроде бы как тоже должны были поддержать, но это было не точно. И на самом деле, как только я встала на эту должность, начался полный трэш в моей жизни. И каждый день – это такой тест-драйв на новые какие-то знания, умения и навыки. И, в общем-то, такой интересный этап был в моей жизни. При этом компания была готова тратить деньги на исследования. И мы его там запустили. Оно заключалось в следующем, что мы выделили определенную группу сотрудников и должны были понять, а какие профессионально важные качества именно под эти должности нужны. И мы выделили четыре качества. Вы видите на слайде коммуникабельность, ресурсоустойчивость, работоспособность, внимательность и память. И подбирали тестовую базу и программы адаптации, и программы обучения. Ну, естественно, алгоритмы подбора, поиска и подбора мы также протестировали, поняли, что нам совершенно не подходит. Выстроили в большом холдинге очень стройную систему, так, чтобы процесс согласования шел максимально быстро. И мы описали это вот в такой ключе, как вы сейчас это видите на слайде. На самом деле это было поистине исследование, потому что отработано было более 600 резюме, 300 с лишним кандидатов мы отсмотрели. И цель была этого исследования подобрать максимально соответствующие требованиям вакансии в очень короткие сроки. Максимально короткие с учетом специфики проекта, а проектов было много, а сотрудники требовались одной квалификации. И с использованием надежных методов. Те методы, которые я использовала, так скажем, с большим опытом психологической работы предыдущие, на предыдущих местах работы, они здесь не годились, но они послужили хорошей базой для того, чтобы собрать валидную систему как инструментов отбора, так и оценки. И после того, как у нас такой проект произошел, исследование случилось, мы результаты позитивные получили, я первый раз получила приглашение от учебного центра специалист при МГТУ имени Баумана поучаствовать в Дне карьеры. Это был 17-й год, и тема была подбора и оценка персонала. И вы знаете, тогда мероприятия все были оффлайн, и было очень круто выступить перед аудиторией, рассказать о тех результатах, которые у нас случились, и после этого у нас даже некоторые контакты произошли, люди заинтересовались, как мы это сделали, и мы с удовольствием поделились инструментами и банком методик, которые мы использовали. И после того, как я организовала компанию «Академия точку входа», так называется компания, после того, как я уволилась из холдинговой компании, там я проработала 7 лет, обкатав очень многие и свои качества, и алгоритмы, и бизнес-процессы мы выстроили, было очень интересно. И моя компания, я поняла, что будет работать с малым и средним бизнесом по принципу бизнес-партнерства. Особенно сейчас это актуально, когда малый и средний бизнес, не каждая компания может себе позволить HR и в одном лице, и HR-директора тем более, и дай бог, если есть кадровик или менеджер по персоналу, это хорошо. И наша компания оказывает несколько, прям целый спектр услуг, фактически пакетные предложения есть, когда мы можем и проконсультировать руководителей по поиску и принятию решения, проводим стратегические сессии, мастер-майнды, а то, что мы можем предложить по работе с персоналом в компаниях, это, конечно, поиск и подбор, и сопровождение во всех процессах жизни сотрудников компании, это и программа адаптации, программа мотивации, обучения. И вот завтра у нас стартует как раз в одной из компаний, куда мы подбираем персонал, обучение, на самом деле это продажи, да, стоит задача руководителей, которые перед нами поставили, увеличить продажи, рассказать, как это делается, отработать это все на практике, но мы обернули это для сотрудников, что это коммуникации на рабочих местах, для того, чтобы не, так скажем, не было барьера, да, потому что продажи, вот Екатерина о продажах много говорила, продажи, они пока еще несут такой шлейф негатива. И есть еще такое интересное направление, как разработка гейм-проектов, к нам поступают такие запросы, и я чрезвычайно рада, когда они у нас появляются, компании, причем маленькие компании, ставят себе задачу, а как удерживать молодых сотрудников еще и, чтобы они давали результаты, особенно в продажах, да, в сервисе, в клиентоориентированности, и не уходили из компании, так, чтобы они рассматривали компанию, в которых возможен рост, чтобы они видели этот рост для себя и могли бы свою судьбу связать с компанией, которая, в свою очередь, вкладывает в сотрудников. И один из последних проектов, мы его разработали, это мы разработали механики геймификации, очень простой, которую сейчас применила маленькая компания, и буквально на прошлой неделе я получила обратную связь от администратора, так скажем, руководителя смены, о том, что люди были настолько захвачены, поколение Z, да, не диджитал поколение, поколение с кнопкой на пальце, которое включилось в эту геймификацию, и гости включались, голосовали за тех людей, которые их обслуживали, и, в общем, получился такой движ в компании, такой драйв, который помог на два месяца включить весь определенный коллектив, под который мы делали эту геймификацию. И также мы сопровождаем сложные увольнения, в этом случае мы можем подключиться с точки зрения как кадрового сопровождения, так и с точки зрения медиации, переговорной деятельности. И одно из направлений, которые я люблю, это как раз коучинг-сопровождение руководителей, и вы сейчас видите реальный кейс, здесь нет имени, но поверьте, это реальный кейс, образовательный процесс под ключ, это руководитель обратился ко мне для того, чтобы мы подобрали двух сотрудников, управляющего и менеджера по продажам. И мы составили заявку, мы практически даже договор на этот счет подписали, но я предложила, давайте начнем с выстраивания основного бизнес-процесса компании. Мы его с первым лицом выстроили, и вы видите, что желтыми такими прямоугольниками выделен менеджер, задача была такая, покажите теперь, на каком этапе будет участвовать менеджер, а на каком этапе будет участвовать основного бизнес-процесса управляющий. И когда мой клиент увидел, что для управляющего-то в этом бизнес-процессе никакой зоны нет, он очень обрадовался тому, что мы не запустили этот поиск, потому что человек остался бы просто без работы. И мы подобрали просто менеджера, который на определенных этапах в этой компании приступил к работе. И был вопрос от моего клиента, с которым мы проводили эту коучинг-процессию, слушайте, ну вам же очень выгодно для того, чтобы больше подбирать, чтобы, соответственно, больше получать вознаграждение денежное. Но наша компания работает таким образом, чтобы, и это моя личная позиция, чтобы работать с компаниями в долгую, с нашими клиентами, с малым и средним бизнесом в долгую. И когда наши заказчики видят, что мы экономим, мы сознательно экономим деньги малого и среднего бизнеса, особенно сейчас, когда, ну, все сейчас нацелено на выживание, на поддержание баланса, то это вызывает такое уважение, взаимное уважение, и это помогает поддерживать долгие бизнес-отношения. И, собственно, вот этот слайд, он один из главных, на чем все-таки держать и чару, фокус для успеха. Конечно же, постоянное профессиональное обучение, смотреть тренды. Тренды в учебном центре специалист, безусловно, есть. И есть еще одна компания, которую я порекомендую. Это культура инноваций. Ребята, которые следят за всем миром и ловят тренды, которые возникают в HR-сфере именно, и проводят и бесплатные воркшопы, и митапы. Поэтому, пожалуйста, можете найти их в интернете и посмотреть, чем они занимаются. Есть также такое направление, как построение личного бренда для HR. Здесь я съела собаку, и за меньше чем год я преодолела сама комплекс, сама званца, и бог знает еще кого, двоечницы, в общем, много чего. И я теперь смело могу в своем аккаунте в Instagram, в Facebook говорить о том, кто я, что я умею делать. Слышите, не подключите другую камеру. Это моя компания, и чем мы можем быть полезны. И также проводим прямые эфиры, и вы можете, зайдя на мой аккаунт в Instagram, увидеть, что, кстати говоря, с Светланой Владимировной Чеботаревой у нас там тоже есть эфир. И теперь после сегодняшнего выступления, Светлана Владимировна, очень хочу вас заполучить еще на один эфир как раз по проверкам ГИД. Потому что малому и среднему бизнесу это чрезвычайно важно еще раз рассказать на более широкую аудиторию. Конечно же, это фиксировать грабли, не бояться ошибок. И мы на любой коучинг-сессии с этого начинаем. Мы говорим ерунду, мы не боимся ошибок, мы раздвигаем рамки. И даже если мы чего-то не знаем, мы это проговариваем. И из этих грабель мы извлекаем решение, да, это какой-то опыт мы получили. А я уверяю вас, прошла по всем граблям, которые только были возможны в ИЧАР. И, конечно, да, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Безусловно, нужно найти ментора и наставника. И в учебном центре специалист у меня такие есть. И я безумно благодарна Ольге Юрьевне и Светлане Владимировне, с которыми, которые можно написать в мессенджер и получить ответ, либо зайти на страничку ИЧАР КЛАП в специалисте. И там тоже есть очень интересное обсуждение. И есть у меня еще один ментор, это Таня Спурнова. Если вам это интересно, то вы тоже можете ее загуглить, посмотреть. Это четвертое место в мире, в мире, эвент-агентство. И это человек с богатейшим опытом бизнеса, поэтому, пожалуйста, тоже к ней. И пятый пункт, им, как правило, мы пренебрегаем, это бережное отношение к себе. И здесь, конечно, нужно соблюдать такой баланс между работой и собой, своим собственным благополучием эмоциональным и энергетическим. И сон, еда, я не знаю, там, прогулки, обнимашки с детьми, с близкими людьми, природа. Ну, в общем, все, что вам нравится. И время уже кончается. Я благодарю вас за внимание. Предлагаю вам подписаться на меня в Facebook и в Instagram. Вы можете навести на QR-код. И если вы подпишетесь ко мне в Instagram и напишите в директ «хочу гайд», то я вам с удовольствием подарю гайд «принятие решений в условиях неопределенности». Для HR это очень актуальная тема, потому что, входя каждый день в кабинет, я знаю это точно, в любой компании, если вы работаете даже на аутсорсе, начиная новый день, мы никогда не знаем, а что там нас ждет. И как принимать решения, это тоже вещь такая важная. Поэтому буду рада со всеми подружиться, кто ко мне постучится. Буду с удовольствием делиться полезной информацией. На моем аккаунте в Instagram и Facebook ее очень много. И спасибо, Ольга, за приглашение на такое мероприятие чудесное. Еще раз поздравляю всех с праздником. И желаю всем хорошего вечера. Ирина, спасибо за выступление. Если можно, ответьте потом на вопросик в чате, пропишите название компании, которая держит руку на пульсе трендов в HR. Я сейчас приглашаю следующего спикера. Это Карина Султанова, представитель HR Lab в студии Алены Владимирской. Карина. Да, добрый день. Добрый вечер всем. Еще раз представлюсь. Карина Султанова, старший куратор и консультант лаборатории карьеры Алены Владимирской. Мы занимаемся консультированием middle-top менеджеров. Развиваем различные направления в HR. Консультируем в том числе компании. Крупный бизнес, средний, мелкий, разные направления. Сегодня я вам расскажу немножко про то, какие требования к HR специалистам предъявляются работодателями. Что ищут среди HR специалистов. Мое выступление, сразу скажу, будет немножечко кратким. Многое из того, что вам будет полезно, рассказала Ирина. Расскажу вот что. Значит, смотрите. Карина, Карина, хотела уточнить, вы с презентацией или... Нет, я без презентации. Может быть, камеру тоже не будете включать? Нет. Я поняла, хорошо. Да, хорошо. Есть в некоторых компаниях тренд на сокращение HR функции, да, и количество HR специалистов в компании. Но это те компании, которые, те индустрии, которые больше всего пострадали от коронакризиса. Но такие отрасли, как фармацевтика, IT, телекомпроизводство, спрос на HR специалистов в этих индустриях сильно растет. Это первое, да, то, куда вы должны смотреть, то, какие есть тенденции. Прежде всего, если вы планируете какой-то переход, нужно смотреть, насколько, какие тенденции негативные и позитивные есть в той или иной индустрии, в той или иной компании. Но кого больше всего искали? Больше всего в этом году будут искать и искали HR администраторов, специалистов или HR оперейшн специалистов. Это те люди, которые могут в функции HR, как операционные директоры в компании, так это некий операционный директор в HR, который выстраивает бизнес-процессы и взаимодействие во всей этой функции, в том числе с бизнесом. Но прежде всего в этой функции HR, BP по-прежнему они не теряют актуальности, эта позиция не теряет актуальности, особенно в период вот этой неопределенности. Все-таки да, но в большей степени сейчас акцент идет и рост востребованности на HR-дженералистов. Люди такие универсальные, которые многофункциональны и рост штата и HR-штата именно в качестве, по направлению HR-дженералистов растет. Рекрутеров, число рекрутеров тоже растет. Если мы говорим про какие-то новые профессии, которые появляются среди HR, это, например, HR-проект-менеджер и особое внимание на HR-чейндж-менеджер. Это именно проектные позиции, которые призваны выполнять конкретную краткосрочную задачу. И появилась вот эта возросшая необходимость стороннего управления существующими процессами в период крупных изменений. Что это означает для вас? Если вы сейчас в какой-то компании работаете, вы можете параллельно в том вопросе, в HR-функции, где вы являетесь экспертом, в том числе параллельно работать HR-проектом на какую-то другую компанию, тем самым обогащать свой опыт. HR-бренд-менеджер или интернет-коммуникейшн-менеджер, это сейчас требуются специалисты, которые в стрессовых условиях могут развивать вот эту коммуникационную HR-политику. Потребность таких специалистов тоже возросла. Если мы говорим про общие навыки, которые требуются среди всех HR, здесь я вас, наверное, никого не удивлю, то все более востребованными становятся именно те HR, которые подкованы IT-навыками. Простое владение MS-офисом, оно уже больше никому, так скажем, не нужно. Если вы не разбираетесь в автоматизированных системах, которые применимы в HR, если у вас нет навыков BI-аналитики элементарной, если вы не разбираетесь в конкретной функции, в которой вы находитесь, не знаю, будь то кадровое отдело производства, будь то подбор или что-либо другое, если вы не понимаете, какие есть технологии искусственного интеллекта, VR, AR-технологии, чат-боты и прочее, и вы это не используете, не применяете, в вашем опыте этого нет, то вы все менее и менее становитесь интересными, как и HR-специалист. Смотрите еще, на что нужно обращать внимание. Застревать в одной функции, быть экспертом в одной функции, в CNB, и постоянно развиваться в этом, это тоже не очень интересно. Сейчас, еще раз повторюсь, в большей степени интересны люди из HR-функции, у которых опыт был в нескольких функциях. Поэтому, если у вас есть возможность подсмотреть за своими коллегами, поучаствовать в каких-то кросс-функциональных проектах в функции HR, то используйте эту возможность. Вот. На что еще сейчас будут обращать внимание, да, и что требуется? Все делают очень большой акцент на развитие вовлеченности персонала в условиях пандемии, в условиях кризиса, в условиях удаленной работы. Поэтому, если вы используете новые технологии, инструменты в вовлечении персонала, у вас есть результаты, это круто, это хорошо, и это дальше нужно развивать. Все, что касается Wellbeing, да, это сейчас на каждом шагу об этом говорится, это тоже нужно применять, использовать, и это востребовано, и это ищут. Один из главных приоритетов, это все, что, еще раз повторюсь, касается управления изменениями, потому что изменения, они по-прежнему будут происходить. И если вы внедряете постоянно, как архитектор, как HR-архитектор, смотрите на свою орг структуру и умеете вовремя и качественно внедрять изменения, и это показывает результат, тоже хорошо. На каких еще HR-специалистов ищут, которые умеют управлять бюджетом, да, но не просто управлять тем уверенным бюджетом, а умеют оптимизировать бюджет, умеют экономить ресурсы, находят способы экономии за счет внутренних сил, за счет более выгодных провайдеров, партнеров, да, которых вы используете и привлекаете. Вот. И, конечно же, HR, которые умеют вот в таких быстро изменяющихся условиях в кризисе, умеют развивать сотрудников и делают это качественно, и опять-таки знают тренды развития сотрудников, конечно, это будет востребовано, несмотря на то, что на развитие сотрудников во многих компаниях, даже в очень крупных, где-то сокращают бюджеты и прочее, но тем не менее требования к тому, чтобы сотрудники развивались и обучались быстро, осваивали новые смежные, в том числе, компетенции, это все функции, за функцией HR закреплено, и если вы в этом направлении также развиваете в своей компании это направление, и у вас есть успехи, значит, вы всегда будете востребованы. И не знаю, может быть, у вас есть конкретные вопросы, я могу ответить на эти вопросы. И также мы в лаборатории карьеры Алены Владимирской готовы ответить на любой ваш вопрос, я сейчас в чатик сброшу ссылочки бесплатно, вы можете прислать резюме на скрининг, вы можете задать какой-то вопрос конкретно по вашей функции, и мы с удовольствием ответим. Плюс, если вы как-то смотрите на то, чтобы поменять компанию, ищите новые возможности, вот у нас есть сервис Fagans, и, возможно, слышали, где вам на еженедельной основе будет приходить рассылка вакансий не только по прямому вашему профилю, но она также показывает, а куда еще вы могли бы посмотреть, и где еще вы могли бы быть востребованы. Я в чатик сбросила, если у вас есть вопросики, задавайте, я в чатике прочитаю, готова буду ответить. Карина, большое спасибо за выступление, давайте пока, может быть, коллеги думают по поводу вопросов, я анонсирую продолжение сегодняшнего вебинара. Впереди нас ждет викторина, я прошу всех не отключаться и принять участие, потому что мы подготовили для вас классные подарки. И далее компания LED Effect анонсирует свои вакансии, также я представлю вакансии от компании «Программный продукт» и «Ритейл персонал». Так, вопросов я, к сожалению, пока не вижу. Коллеги, тогда, Карина, я вас еще раз поздравляю лично с праздником, огромное спасибо, что участвуете в наших мероприятиях. Спасибо вам за приглашение, всех тоже с праздником. Спасибо. Переходим к следующей нашей части, викторине. Я хочу здесь передать слово Марии Носовой. Мария Носова сегодня представит наш HR-клуб и викторину, которую этот HR-клуб наш подготовил. Мария. Да, слышно меня? Да, слышно, пока не видно. Сейчас все нормально? Камеру надо включить и презентацию тоже пока не видно. Сейчас секундочку подтормаживает. Да, вот, можно включать тогда на презентацию, нажимать. Да, секундочку, сейчас немножечко тут задержка. Подтормаживает презентация. Оль, все нормально? Сейчас. День добрый всем. Оль, спасибо большое за возможность поздравить всех HR-специалистов с их профессиональным днем. Я надеюсь, сейчас презентация подгрузится. Ваша специальность самая ответственная в любой компании, в большей степени именно от вас. Зависит уровень профессионализма всех сотрудников на фирме, их лояльность и вся атмосфера в коллективе. Желаю вам, чтобы все вакантные места занимали лишь самые достойные, и пусть всегда слаженность коллектива была вашей заслугой и вашей гордостью. Спасибо всем большое за отличные доклады. Так, что-то все-таки с моей презентажкой. Подтормаживает компьютер. Секундочку. Оль, ты включила, да, презентацию? Да, Мария, презентация на экране. Прошу тогда, я буду переключать. Да, спасибо, Оль. Извините, пожалуйста, за задержку, за проблемы техническую. Пару слов о себе. Я Носу Мария, заместитель начальника отдела рекламы в учебном центре «Специалист». Я отвечаю за партнерские программы и все мероприятия. Пользуясь возможностью, я приглашаю всех присоединиться к нашим программам. Мы проводим большое количество бесплатных семинаров и мастер-классов. Пожалуйста, присоединяйтесь, либо как слушатель, либо в качестве спикеров. Ищем новых спикеров. Предлагайте свои темы, конкурсы и любые активности, любые формы сотрудничества. Будем рады быть вам полезны. Пожалуйста, посмотрите, ссылочка выслала в чатик. Так, а теперь переходим к викторине. Олька, новый кадр, спасибо большое. Да, сейчас вам предстоит ответить на пять вопросов в гугл-форме. Вопросы несложные, но нужно отвечать быстро. Скорее, это конкурс не интеллектуальный, хотя вопросы отличные, а на скорость. Первые пять участников, кто правильно ответит на все вопросы, получат набор корпоративных подарков от учебного центра «Специалист». Фортативную колонку, ручку, блокнот, ну, все как положено. Коэр-код на вопросы сейчас появится на экране. Оленька, следующий кадр, спасибо. А я бросаю в чат ссылочку, кто не хочет пользоваться Коэр-кодом. Ссылочка в чате. Оль выслала, спасибо. Итак, на старт, внимание, Маш, поехали. Напоминаю, нам нужно первые пять участников. Они и будут победителями. А пока вы отвечаете, я сообщаю, что вопросы были составлены членами нашего АЧАР-клуба учебного центра «Специалист». На экране сейчас вы увидите список тех, кому мы безумно благодарны за то, что организовали эту викторину. Мы благодарны всем, кто состоит в нашем клубе, особенно тем, кто активно участвует в поиске и написании материалов, по именам Марии Фоминой, Евгении Севковой, Ирине Николаенко, Дарьи Сикорской и Ирине Касимовой, которую мы недавно слушали. Спасибо всем нашим активным читателям, кто комментирует и лайкает все наши публикации. Я приглашаю всех присоединяться к нашему АЧАР-клубу «Специалист» в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Ссылочки сейчас перешлю вам в чат. Обязательно присоединяйтесь, ждем авторов для создания контента. В клубе каждому найдется дело по душе. Там и идеи кейсов, и блиц-опросы, и мотивирующие кадровые АЧАР-истории, и поиск актуальных статей. Давайте друг друга поздравлять с праздниками, оформлять посты, идеи продвижения, развития клуба или какие-то возьмите на себя отдельные рубрики. Мы всегда рады новым авторам и креативным идеям. Чем больше авторов и участников, тем богаче и интереснее будет наш АЧАР-клуб. Присоединяйтесь. Мария, благодарю. Я предлагаю сейчас вам в каждом своем темпе ответить на вопросы. Первые пять участников, приславших правильные ответы, мы наградим нашими подарками. Сейчас и сегодня объявим немного позже победителей. Победителей узнаем прямо сегодня. Еще про хорошие новости перед тем, как дам слово компаниям выступить. То, что сегодня каждого из участников, кто зарегистрировался на это мероприятие, для вас будет в течение трех дней действовать скидка на все курсы по направлению кадрового отдела и кадровый менеджмент по промокоду ДЕНЬКОДРОВИКА2021, просто назовите его менеджеру и получите свою скидку, которая суммируется с другими скидками. Только для вас в течение трех дней после данного вебинара. Итак, далее я готова дать слово следующему спикеру, это Каширской Екатерине. Екатерина, подскажите, как у вас со связью? Давайте попробуем. Слышно меня? Да, я вас прекрасно слышу. Сейчас запускаю вашу презентацию. Да, спасибо. Так, а вы мне ее отправляли, да? Да, отправляла. Так, одну секунду. Так, презентацию загружаю. Все, презентация на экране, можно начинать. Да, коллеги, всем добрый вечер. Я хочу присоединиться к поздравлениям и сегодня поздравить с Днем Кадровика. Пожелать, чтобы у вас действительно было меньше проверок, конфликтных сотрудников, ну и безусловно, чтобы вакансии закрывались тоже всегда, ну, наверное, если не с первой попытки, но с минимальными усилиями. Можно следующее? Меня зовут Каширская Екатерина, я являюсь директором по персоналу компании LEDEffect. У нас компания производственная, мы занимаемся производством светодиодных светильников промышленного предназначения. Компания у нас существует с 2010 года. Светильники мы делаем в сети, которые вы можете видеть, архитектурное освещение, уличное освещение, взрывозащищенные светильники, в общем, все то, что не находится в нашем доме. Штат нашей компании на данный момент порядком 300 специалистов. Большинство у нас специалистов – это инженерный состав. Можно следующий слайд? Ольга. Хотелось бы мне сказать, что в компании выработана миссия, которая звучит как «Мы создаем комфортный свет заботы о клиентах и партнерах и планете». Также у нас есть ценности. Ценности для нас – это не просто где-то написанные на бумаге или же на стенде где-то в компании, а реально те ценности, которые соблюдает каждый сотрудник нашей компании. Мы их внедряем через инициативы, через действия. Welcome-тренинги эти ценности заложены. Когда к нам приходят новые специалисты, мы проводим Welcome-тренинг с помощью вот этих ценностей и их проживаем. Можно следующий слайд? В компании сейчас, вот в этом году, мы пришли к системе управления по целям. Это система ОКР. Вкратце, если рассказать, это когда мы ставим амбициозные цели и определяем себе ключевые результаты. По системе ОКР живет каждое подразделение. Ставим мы эти цели. Безусловно, у нас есть цели на год. И дальше идет каскадирование на каждый квартал. Каждое подразделение отчитывается. Смысл этих целей в том, что мы вовлекаем персонал, не только руководитель этим вопросом занимается, но и в составление ОКР вовлечены и непосредственно сами сотрудники. Следующий слайд. В компании также есть портал. Мы внедрили портал в прошлом году, в 2019. И этот портал не просто номинальный какой-то инструмент, где можно посмотреть, безусловно, организационную структуру, так как все, большинство сотрудников любят именно этот раздел, и он удобен действительно. Но плюс и портал оказывает помощь в адаптации. У нас именно адаптация проходит через портал. То есть мы тем самым экономим время, потому что адаптация проходит в электронном формате, и любой сотрудник, в том числе и региональный представитель, может проходить адаптацию с помощью своего телефона. Можно дальше. Вот из последнего. Также у нас на портале появился каталог призов. То есть у нас сотрудники, которые посещают портал, и на котором завезено обучение, адаптация, информация по компании, внутрикорпоративные какие-то коммуникации проходят, каждый сотрудник может зарабатывать баллы, и в дальнейшем эти баллы тратить на какие-то дополнительные преференции. Ну вот мы сделали пилотный проект и завели ряд продуктов на наш портал, и с помощью этих баллов, которые сотрудник у нас накопил, может тратить эти баллы на что-то полезное. Можно следующий. Также вот сейчас один из проектов, который курирует отдел персонала, это корпоративный мерч. Мы пошли следующим образом, что обратились к нашим сотрудникам, чтобы они погенерили идеи, какие логотипы наши сотрудники видят, какие мы логотипы могли бы сделать и разместить на этом корпоративном мерче. И, собственно, вот есть уже ряд предложений. Дальше этим проектом необходимо заниматься, что мы делаем как отдел персонала. Еще впереди много всего интересного реализовать этот мерч, чтобы это стало что-то уже такое, что можно потрогать, и этот рисунок появился бы, например, на каких-то там обложках для паспорта или на каком-то стаканчике или еще что-то. Это чем сейчас дополнительно тоже занимаемся. Можно следующий слайд. И вот из предстоящих проектов, к слову, к нашей корпоративной культуре, мы сейчас готовимся к Дню защиты детей, который будет 1 июня, мы будем проводить конкурс. Можно следующий слайд. Также, поскольку мы поддерживаем здоровый образ жизни, мы заявляемся на 26 сентября в московском марафоне, будем готовиться к забегу. У нас будет тренер, который нас будет готовить к этому мероприятию, потому что достаточно много бежать, кто-то подготовлен, кто-то нет. И вот приглашаем наших сотрудников к такой инициативе. Сейчас достаточно много сотрудников откликнулось, чтобы поучаствовать. Но посмотрим, как в итоге будет на 26 сентября. Можно следующий слайд. И сейчас у нас открыта как раз вакансия в наше подразделение. Пока не листайте. Ну, хорошо. Давайте оставьте. Тогда долистайте, Ольга, до конца. Я прокомментирую каждый пункт. Да, у нас сейчас в рамках отдела персонала, которое слово у нас представляет, это я директор по персоналу, менеджер по подбору персонала, два специалиста по кадрам и менеджер по адаптации и корпоративной коммуникации. У нас сейчас открыта вакансия менеджера по подбору персонала. Поскольку мы подбираем сотрудников по А-методу, вероятно, может быть, кто-то из вас читал книжку, кто решит свою самую главную проблему, там представлен А-метод. И по этому А-методу мы подбираем специалистов к нам компании. Так, возвращаясь к сути, сейчас открыта вакансия менеджера по подбору персонала. Цели, которые мы для себя ставим, для этой должности мы ставим, это увеличение потока входящих резюме в два раза с помощью разных инструментов, в том числе и маркетинговых инструментов, уменьшение количества уволенных сотрудников в период испытательного срока порядком на 5%, и для стяжения этих целей, что мы предлагаем делать в рамках этой должности. Это помощь заказчику в описании компетенций в вакансии, составление совместно с заказчиком помощь, точнее, оказание помощи заказчику по составлению листа целей должности, в котором как раз и прописывается основная задача должности и цели. Это прям конкретные метрики, которые можно просчитать. Дальше это активный поиск и оперативное закрытие вакансии по А-методу. У нас в подборе это 4 этапа, которые проходит кандидат, плюс 2 таких тестирования, которые у нас проходит кандидат. Также это после нахождения кандидата, согласование офферов и написание офферов, и также предоставление отчетности по подбору. То есть мы ведем полностью аналитику по подбору, для того, чтобы ориентироваться, безусловно, не на какие-то чувства, или же почему не закрывается вакансия, а ориентироваться на конверсию каждого этапа, чтобы понимать, в какой момент сбоит, соответственно, анализировать и предпринимать решения. И участие в других проектах, которые у нас в компании много, сейчас в ближайшее время проект по индивидуальному плану развития сотрудников, внедрения, собственно, вот эта вакансия у нас сейчас открыта, менеджеры по подбору персонала. Я приглашаю всех заинтересованных потенциальных наших сотрудников к нам. Я тогда, наверное, отправлю в чат ссылку на нашу вакансию и оставлю свои контакты. Для тех, кому будет интересно, обращайтесь, будем рады, если вы присоединились к нашей команде. Спасибо. К слову, да, к базе данных, на которой мы работаем, это сероемка «Конфлон», через которую мы работаем с заказчиками, с кандидатами и через которую в том числе считаем конверсию, воронку подбора и конверсию этапа. У меня все. Большое спасибо. Екатерина, благодарю вас за выступление. Следующие компании «Программный продукт» и «Ритейл персонал» я вам представлю. Меня попросили это сделать в связи с тем, что HR этих компаний немного сегодня заняты. Первая компания – это «Ритейл персонал», компания по поиску и подбору персонала для российских и международных партнеров. В работе компании нет слова «невозможно», только сложные вакансии, которые компания закрывает различными способами. И сейчас компания открыт набор на позицию стажера, менеджера по персоналу, в задаче которого будет входить работа с позициями линейного персонала, то есть это массовый подбор. И впоследствии к поиску будут подключены сложные позиции в сфере IT и управленческие позиции. Компания предлагает карьерный рост, и есть возможность продолжить обучение, получить базис за счет компании. И откликнуться можно будет вот по этим ссылочкам. Я чуть позже их продублирую в чат. Одну секундочку, я отключу Викторию. Чуть позже я их продублирую в чат. И еще одна компания, про которую сегодня я хотела вам рассказать, это компания «Программный продукт». Ключевые направления деятельности компании это заказная разработка ПО, интеграция, бигдата, информационная безопасность и РСД. Основные отрасли это умные города, транспорт, образование, медицина и разработка для государственного и межведовственных секторов программного обеспечения. Офисы компании расположены в Москве, в Санкт-Петербурге, Твери, Новосибирске, Воронеже, Казани и Белгороде. И это не предел. У компании обширная партнерская сеть, более чем в 100 городах России. И компания «Программный продукт» ищет в свою команду младшего менеджера по подбору IT-рекрутера, в обязанности которого будут входить работа с интернет-ресурсами, работа с базой данных в ЕСТАВ и проведение телефонных интервью, назначение встреч. Также некоторые другие обязанности, которые видите на слайде. Если у вас есть высшее образование, готовность к работе с большим объемом документации, вы внимательны, усидчивы, исполнительны, готовы к многозадачности, и у вас есть хотя бы небольшой опыт от полугода в области подбора персонала, можно быть in-house или в кадровом агентстве, пожалуйста, отправляйте свое резюме на указанную почту. Я сейчас еще продублирую эту информацию в чат. Итак, вы можете стать частью прекрасного, дружного коллектива крупнейшей IT-компании, как мы с ним говорили, за IT все-таки будущее и перспективы, наслаждаться привилегиями для сотрудников компании и получать опыт работы в IT-интеграторе, расширять свой профессиональный кругозор. Итак, коллеги, я предлагаю сейчас, когда закончился блог с вакансиями, подвести итоги викторины. И еще раз перед тем, как перейдем к викторине, напоминаю, что сегодня всем, независимо от того, выиграли вы в викторине или нет, мы дарим скидку 10% дополнительную в течение трех дней для всех участников сегодняшнего мероприятия. Сейчас хочу передать слово Марии, но СВ, которая объявит результаты викторины. Мария, как прошла викторина? Да, у меня уже есть результаты викторины, но сначала я все-таки хочу акцентировать свое внимание, что вопросы викторины были разработаны нашим HR-клубом «Специалист». Ссылочки у вас в чате, пожалуйста, присоединяйтесь. И особое внимание прошу и в большую благодарность мы объявляем Светлане Брыксиной. Это лучший HR-специалист, автор викторины сегодняшней, которая уже три года ведет наш HR-клуб. И все поздравления с праздником и наше глубокое уважение. Так, сейчас я объявляю результаты викторины. Вижу, что победителей у нас на сегодня четыре. Только четыре человека справилось на отлично с нашей викториной. Первый на первом месте. Шпак Наталья. Поздравление. Второе. Светлана Анатольевна. На третьем. Иевская ЮВ. И в 20.35 правильно ответила на все вопросы Широкова Татьяна Александровна. Ура! Мои поздравления всем победителям. Корпоративные подарки от учебного центра специалист вы сможете получить в любом учебном комплексе. Победителям я направлю письма и сообщу, как вы сможете получить призы. Еще раз поздравляю всех HR-ов с праздником. Вы лучшие. Пишите, звоните. Была рада знакомству. Мария, спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие. И наших спикеров, и наших коллег, которые ведут замечательный HR-клуб, благодаря которому мы с вами можем все почувствовать какую-то свою общность, не теряться после обучения. Спасибо большое за ваши статьи. Спасибо за викторину. Коллеги, предлагаю такое мероприятие сделать ежегодным. Мы обязательно вместе собираться, обмениваться опытом. Если у вас будут идеи, пожалуйста, пишите мне, либо коллегам в HR-клуб. Мы обязательно с вами придумаем какое-нибудь совместное интересное мероприятие. Также рада буду сотрудничеству в рамках дней карьеры, которые мы также регулярно проводим. Коллеги, еще раз с праздником вас будем ждать встречи с вами в нашем учебном центре. Отдельная благодарность Ольге Юрьевне Светлышевой, нашему наставнику в HR направлении, которая тоже содействовала в подготовке данного мероприятия, оказывала информационную поддержку и также и моральную нам, спикерам и участникам HR-клуба. Коллеги, спасибо всем огромное. Еще раз всех с праздником и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok